Всем привет, меня зовут Александр Лебедев, и сегодня мы продолжаем изучать великий и могучий робот Operation System. Когда начинающие электронщики только осваивают ардуинку, самый первый их проект это мигание светодиодом. И знаете, повторять одно и то же как-то не очень хочется. Даже если вы смотрите обучающие уроки на Raspberry, то там тоже идёт мигание светодиодом, но мы ведь тут изучаем ROS. Так почему бы не заставить Raspberry под ROS управлять светодиодами? Как идея? Да, это конечно полная фигня, но для начала, чтобы попрактиковаться в написании кода именно под ROS, нормальный проект, так что повторяйте проекты, учите ROS вместе с нами. Да, но давайте немного ещё усложним задачу, мы не просто будем мигать одним светодиодом, а мы будем управлять двумя светодиодами, и чтобы они мигали независимо друг от друга. Например, такую задачу в ардуинке можно решить, но она решается тяжелее, нежели в ROS. Да, и в этом видео я не буду подробно рассказывать о том, как создать пакет, как создавать файлы, что они из себя представляют. Это было в предыдущих уроках, и если вам нужно их ещё раз посмотреть, то вот ссылочка, переходите и начинайте видеоуроки за нас смотреть. Там пока что всего два видеоурока, но это основа-основа, так что для начала, я думаю, вам хватит. Итак, первое, что нам нужно, мы создаём пакет ROS командой ROS Package. Второе, создаём папку для нод. Третье, создаём сами ноды, у нас их будет три штуки. Один у нас будет subscriber и два паблишера, то есть по одному паблишеру, который будет регулировать частоту мигания каждого отдельного светодиода, передавать он их будет subscriber, и subscriber будет их обрабатывать. Четвёртое, делаем каждый из наших трёх файлов исполняемым вот этой командой. И последнее действие, которое мы должны сделать, это перейти в основной проект и собрать его командой make. Когда у нас пакет соберётся, теперь мы можем редактировать каждый отдельный файл, запускать их, менять какие-то конфигурации и смотреть, как это всё у нас будет взаимодействовать. Итак, мы открыли три наших файла нашего проекта, наши два паблишера и один subscriber. Что у нас есть в первом нашем паблишере? Вначале у нас идёт импорт библиотек. У нас идёт подгрузка манифеста и указано, где лежит манифест. То есть вот это у нас название нашего основного пакета. Дальше у нас идёт импорт ros.py, для того, чтобы мы могли работать в ROSE через Python. Дальше у нас идёт подгрузка типов данных, которые мы можем передавать внутри ROSE. Он импортируется вот из этого файлика, который у нас указан в манифесте. Давайте посмотрим манифест. Здесь у нас, что у нас указано в манифесте? У нас указано имя нашего пакета, имя автора, то есть у меня мой размер назван робот, и поэтому автор тоже робот. И на что ещё следует обратить внимание, так это на то, какие пакеты у нас подключены. У нас подключен пакет std.msgs, который позволяет общаться нашим нодам через какие-то переменные. Ещё у нас подключен пакет ros.py и ros.cpp. ros.cpp это для того, чтобы мы могли писать программы под ros через C++. Но давайте вернёмся к нашему паблишеру. Что он делает? Сразу я импортировал несколько типов переменных. Это, чтобы мы могли передавать текст между нодами, бинарное значение true-false, чтобы мы могли передавать целые какие-то числа, и чтобы мы могли передавать float, то есть числ с десятичной частью. Как у нас работает программа? Если у нас запущена программа, то у нас вызывается функция talker. А accept, это обработка исключений, сделана для того, чтобы при нажатии Ctrl-C у нас прекратилась работа этой ноды. У нас вызывается функция talker. Что она у нас делает? Она у нас говорит, что у нас этот файл, он паблишер, он будет передавать с топиком math, будет в нём передавать значение типа float. Дальше у нас идёт запуск ноды с именем timeblink. Дальше у нас сказано, пока у нас работает этот файл, ros.cpp, у нас есть переменная статус, который хранит значение 0.5. Он у нас сохраняется в логе, и дальше он у нас публикуется. Публикуется с типом float32, переменная 0.5. И дальше у нас эта нода rosa ожидает 0.5 секунд, потому что помним, что у нас sleep указывается время в секундах. Хорошо, давайте теперь посмотрим, что у нас делает второй паблишер. Он полностью идентичен первому. Он также подгружает манифест, ros.py, типа переменных, которые мы можем передавать. Такая же у него основная программа. Также называется функция talker. Но следует обратить внимание, что теперь у нас топик уже не может совпадать. У нас два разных топика, поэтому здесь топик должен называться по-другому. Я его напишу ms2. Он также передаёт значение типа float. Здесь у нас нода должна также иметь другое имя, потому что это другая нода. И поставим другое значение 0.3. Всё остальное остаётся то же самое. Теперь посмотрим, как наш subscriber обработает полученные значения. Вначале он также подключает в библиотеке манифест, ros.py, библиотеку по работе с временем. И обозначим её не time, а t для просто удобства. Дальше идёт у нас подключение в библиотеке chpio специально для Raspberry. И мы назовём её chpio маленькими буквами. SetMod нам задаёт то, как мы будем обращаться к пинам на Raspberry. Мы будем делать это через номера их на плате. От единицы до сорокового. Мне так сейчас будет проще. Метод setup нам говорит то, что у нас нога 7 будет выходом. И нога 11, или пин, если вам так удобней, тоже будет выходом. Далее из файла messages мы импортируем типы переменных также. String, bool, int, float. Что у нас делает основная программа? У нас сказано, если основная программа включена, то у нас идёт вызов функции listener. Accept сделан здесь таким образом, что когда мы закончим работу нашего файла, мейновского, при нажатии Ctrl-C, у нас две ноги примут значение false и не будут работать. Итак, давайте теперь вернёмся к listener. Функции listener. Что она у нас делает? Вначале она у нас запускает ноду с именем main. Далее указывает, что если мы получаем сообщения по каналу mess, по топику типа float, что очень важно, что у нас типы передаваемых и получаемых данных, они должны совпадать. Потому что мы можем ошибиться в этом моменте. И когда, например, мы запускаем наш файл time blink 2, у нас идёт передача, всё хорошо, как только мы запускаем мейновский файл, он принимает первые сообщения, понимает, что он принял не тот тип данных, и он сразу рушится. И вот если он у нас принял какое-то сообщение этого типа, он вызывает функцию callback. Callback, то есть ответная какая-то реакция. Давайте посмотрим, что у нас делает функция callback. Callback, она принимает какую-то дату. Data — это как раз-таки сообщение от нашего паблишера. Что у нас выводится? У нас должно печататься в консоль тип данных, которые мы принимаем, что за данные, то есть он должен отобразить число 0,5. Далее эти данные присваиваются в переменную t, которая будет отвечать у нас за задержку. После того, как мы создали переменную t, мы говорим, что наша седьмая нога будет в состоянии high t времени, потом в состоянии low тоже t времени. Что у нас дальше будет происходить? Да, все то же самое. Он снова получит сообщение от нашего первого паблишера и заново запустит весь цикл. Но у нас ведь есть еще и второй паблишер. Что делает он? Да все то же самое. Только в начале мы должны обратить внимание, что он должен передавать сообщения в топике mess2, тоже сохранить тип передаваемых сообщений, но вызывать он уже будет функцию callback2. Callback2 полностью повторяет первый callback, за тем исключением, что у нас не седьмая нога, а одиннадцатая. В остальном все то же самое. И здесь у нас переменные t2, потому что у нас другие данные будут идти. И в этом-то и прелесть рос, что у нас вот эти два процесса, вот эти две функции будут работать параллельно. Он не будет ждать, пока придет одно сообщение, он его обработает, потом будет ожидать от другого. Нет, он будет одновременно получать данные от обоих наших паблишеров, от первого и второго, и параллельно их обрабатывать в субскрайбере. Представьте, что у вас есть множество файлов, их прям целая куча, вы сделали мега крутой проект, и у вас примерно, ну, Raspberry позволяет запускать до 30 нот, если почитать официальную документацию на ROS. Так вот, представьте, вам надо будет в терминале 30 нот запускать, и что-то вдруг надо поменять, и это очень неудобно. Поэтому есть такая штука, как launch file. Для того, чтобы сделать launch file, нужно просто сделать отдельную папку launch, и там создать файл с каким-то названием и расширение .launch. Что из себя представляет launch file? Он имеет html-разметку. Вначале у нас объявляется сам launch file, а дальше у нас перечисляются ноды, которые будут участвовать в работе. Пока что мы не будем погружаться особенно глубоко в launch file, потому что он имеет свои какие-то особенности, которые я пока что еще не просек, а только научился запускать все файлы. Но как это делается? Вначале мы говорим, что у нас будет нода, которая находится в пакете ROS.LED. Мы присвоим этой ноде переменную blink1. можем какую-то новую переменную назвать. У нас, потому что запустится заново весь пакет, и всем нодам вот здесь мы присвоим новые какие-то имена. В type мы указываем, как будет называться наш файл, который мы запускаем. Это у нас time blink. В конце ставим слэш, и переходим на следующую ноду. После того, как у нас launch file готов, его не нужно делать исполняемым, как мы делали файлы Python. И для того, чтобы запустить проект, мы переходим в консоль, задаем команду ROS launch, мы указываем имя, то есть у меня это будет ROS LED, и дальше у нас имя launch файла, и расширение точка launch. Мы запускаем и смотрим, как все у нас работает. И как мы сейчас видим, наши светодиоды работают независимо, друг от друга. У нас первый светодиод работает сам по себе, и второй светодиод работает сам по себе, независимо друг от друга. И вот в этом главная фишка ROS, которая нам в дальнейшем также поможет. мы будем делать параллельно сразу несколько процессов. И знаете, это очень удобно. Наша система, я предполагаю, будет работать быстрее, чем если то же самое мы сделали бы на Ардуинке. И на этом все. Видео получилось достаточно коротким и емким. Я думаю, вам понравилось, и вы нашли для себя здесь что-то полезное. Продолжайте изучать ROS вместе с вами. А если вы только наткнулись на это видео, то переходите по ссылочке на весь плейлист и просмотрите его заново. Спасибо, что досмотрели данное видео до конца. И спасибо, что вы поддерживаете проект. Это очень помогает его развитии. Приятно видеть, что есть люди, которые так же, как и я, горят этим делом. и задают хорошие вопросы в комментариях. До скорых встреч. Пока.